I have ways of blowing things up. Вот так вот. А у меня тоннеля нету? Нету. Зачем мне тоннель, правильно? Ясно. Зато сразу есть один рандебаут. Ну хорошо, хоть на этом спасибо. Как вам лёгкое переключение с того, что раньше были железные дороги и автомобили, теперь автомобили и воздушные трассы? Но выходные остались всё теми же увлекательными, поэтому у нас есть две игры, два выходных. Ну как бы сама судьба нам говорит, давайте сыграем в эти две игры. Метро, как таковое, сейчас пройдено, поэтому будет стоять и ждать своего времени. Может быть мы когда-нибудь будем ещё делать какие-нибудь там интересные челленджи или что-то такое. Пока что нам есть чем заняться. Кстати, ребятушки, на следующей неделе ожидаются возвращение некоторых интересных игрушек. И также у нас, получается, будут новые проекты. Поскольку основные, которые недельно у нас все были, позаканчивались. Так что подходите, смотрите, а вдруг вам понравится? А вдруг вы даже захотите написать об этом в Дискорде? Так что будем рады вас видеть. Пока что поехали строить города и дороги. Возить людей в супермаркеты, чтобы они обжирались там. Американский стиль жизни. Ну, учитывая, что мы сегодня в Мексике, это тоже, в принципе, Америка. Даже северная, даже недалеко от той самой Америки, к которой мы привыкли. Поэтому почему бы не поговорить про американский стиль жизни. Вы, кстати, знали, что они настолько... Ну, американцы, я имею ввиду, которые не в Мексике, а которые в Соединенных Штатах. Может, кстати, 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 кстати. Может быть, кто-то из вас там живет. Ну-ка, напишите мне об этом. Потому что, ну, мне лично, раз уж мы говорим про автомобильную тематику, у них же есть такая фишка, что автомобили для их рынка поставляются с гораздо... Блин, а чего бы мне здесь сделать непрямую? А потому что мне не хватит. Вот почему. Уже воскресенье. Автомобили для их рынка поставляются с очень сильно увеличенными двигателями по сравнению с европейскими автомобилями. Потому что американцы все, что ниже двух литров... Они два литра считают очень маленьким автомобилем. Это вот для Европы два литра это автомобиль практически премиум-класса. Там, знаете, какие-нибудь Executive ездят на BMW двухлитровых. Там 2,2 литра. Это офигеть. Ну, например, у меня у самого были автомобили 2,2, 2,3. 2,3 часто считается топовой линейкой. Ну, по крайней мере, раньше было. Сейчас, например, у Mercedes есть еще там трехлитровые вот эти 3,2. Вот это вот вообще звери которые. Вот. А для американцев это все мало. Я не знаю почему, но у них и маленькие автомобили... Понятие маленького автомобиля очень сильно отличается от нашего. И также сами автомобили очень сильно отличаются. А еще, знаете, есть такая фишка британцы, которые, в принципе, это же Европа. Те, кто смотрел Top Gear, они меня сейчас поймут. Они же очень любят троллить американцев за их любовь к пикапам. Ну, как бы... Просто я лично считаю, что пикап это максимально непрактичная штука. Максимально... Ну, то есть, зачем тебе нахрен пикап? Этот кузов открытый, дабл кабина. Купи себе минивэн. Ну, то есть, это же будет прям гораздо практичнее. У тебя общая площадь перевезенного будет гораздо больше, гораздо выше. Не надо минивэн. Хочешь что-то поменьше, купи себе Station. Ну, то есть, седан с удлиненной базой. И тоже будет тебе счастье. Зачем люди настолько... Блин, а тут не получится. Придется вот так делать. Ну, зачем, дружище? Мне еще и не хватит. Вот. И поэтому я же говорю, что... Американцы очень сильно стебут за их любовь к пикапам. Я это, в принципе, отлично понимаю. Потому что сам считаю, что пикап это штука бессмысленная. Если у вас есть... Кстати, если я не вижу все картины целиком. У вас есть какие-то свои соображения. То тоже, пожалуйста, напишите. Потому что это чертовски интересно. Ведь, знаете, там, сколько людей столько мнений. Во-первых. Во-вторых... Ну, это я не вижу смысла в пикапах. А вот есть люди там, допустим, которые, ну, жизни себе не представляют без этой штуки. Они считают, что, вот, вообще лучшее изобретение человечества. Я, на самом деле, за все это время пришел к неким таким выводам, что... Блин, а почему оно здесь? А еще икота напала. Икота, икота, перейди на Федота. Блин, Федот, если ты это смотришь... Сорян, чувак. Так вот, я же говорю, что... Для того, чтобы передвигаться по городу, зачастую человек... Ну, ты же не ездишь постоянно со своей семьей. Тут нету такого... Это же не коммунизм какой-то, что, типа, мы поехали на работу, мы все вместе поехали в школу, мы все вместе поехали за покупками. Нет. Обычно в семье держат, там, два автомобиля. Один для семьи, один для личных каких-то поездок. Так вот, тот, который для личных поездок... Зачем, чтобы он был большим? Ведь... Все равно ты путешествуешь по стране не на автомобиле. Ну, путешествовать по стране на автомобиле глупо, потому что... Это некомфортно, неудобно, и вообще зачем это? Так вот, раз ты не путешествуешь по стране на автомобиле, так зачем тебе автомобиль большой? Купи себе маленький автомобиль для города, катайся, на здоровье будь счастлив, там, все дела. Поэтому я же говорю, что... Блин, ну там сейчас пробочка будет, я не хочу пробочку. А я тут вообще ни хрена ничего теперь не поставлю. Ну, классно, блин, уйди. Вот. Поэтому я же говорю, что ментальность и менталитет американцев, они зачастую очень сильно не сходятся с тем, что мы знаем об этом мире. Стойте, а почему я это так сделал? Я же могу же... Я же могу вот так вот сделать, похоже. Да, могу. Супер. Так, желтый нам надо подключить, и желтый у нас будет подключен вот сюда. А еще... Вот как? Извините, но как я это должен сделать? А у меня не хватит. Ладно, там суббота у нас, пусть они пока что сюда едут, мне как-то вокруг надо пустить. А, серьезно, эти же сюда еще ездили. На тебе дорожку. А еще один тоннель, пожалуйста, дайте, и... Я бы какую-то... Вот такую бы окружную дорогу сделал сюда. Потому что мне на самом деле нафиг не надо, чтобы они... А вот сюда вот... Еще по-хорошему рандепаут поставить. Вот так вот. Пока что сделаем. Так, желтого надо подключить. Так, едут эти, едут эти, эти ползут, эти двигаются. Вроде как все что-то где-то как-то работает. Хорошо. Еще один тоннельчик, который мы можем приберечь, наверное. Ну его нафиг. Сразу все использовать не будем. Сколько у нас плиточек? Плиточек у нас не густо, кстати. Один тоннельчик, плиточек вообще практически нету. И вообще зачем я все это делаю? О! Отлично. Фигово, конечно, но... А задом... Вот так вот сделаем как-то. Так, ты тогда сюда. Ты тогда сюда. Отрезаем вот эти части. Оно нам нафиг не надо. Вот этот сюда. Оно нам нафиг не надо. Надо немножечко постараемся поэкономить плиточки. А вдруг нам понадобится на какое-нибудь большое строительство. А мы не в курсе. Поэтому пока делаем как это, а потом как не это. Вот как-то так. Следим аккуратненько. Следим аккуратненько. Короче, слушайте. Хайвей это, как бы это ни было странно, палка о двух концах. Потому что, с одной стороны, это дает тебе быстрый доступ к какому-то району из одного, из другого района. А с другой стороны, там на выезде не поставишь ни светофор, ни рандепаут, ничего. Там оно просто берет, засирает улицу, и ты потом ничего не можешь делать. Там нужно делать определенный... О, кстати, вот он хайвей. Я его возьму, потому что у меня есть на него планы. Хотя тут скалы, и скалы это все фигово, но... Ладно. Так. Желтые, розовые. Так, ребятушки, ребятушки, ну-ка. В смысле мяу. Да, вот так вот мы сделаем. О, молодец. Последний кусочек решил в сторону. Здесь мы... Вот, отлично, 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 давайте. Вот сюда вот вы и будете ездить, и не будете никому парить мозг. Желтые, в принципе, для них можно было бы тоже сделать что-то отдельное, но я не хочу... Их не так много, и торговый центр один, и не хочу за них использовать хайвей. Оранжевые. А я тебя не могу подключить, подожди, дружище, у меня не хватает плиток. Так, а, вот этот, что ты не ездишь, но езди. Посмотри, что надо идти. У нас суббота. Суббота. Так, сделаем красивенько. Я не люблю, когда оно вот так вот косо торчит. Мне больше нравятся такие вот геометрически правильные подъезды, поэтому вот, например, который слева и вот этот телесного цвета домик, который я поставил косо, он меня очень сильно бесит. Ну, я не поставил домик, я поставил подъезд к нему косо, но, да, тем не менее, меня это бесит. Ничего с этим не могу поделать, к сожалению. Итак. Фиолетовые наносят ответный удар. Возьму еще один. Сделаем вот так. Для фиолетовых. Выезд будет с рандебаута и сюда. Фиолетовые. А, кстати, да, я же вас же забыл же подключать, блин, дружище. Опять две плитки осталось. Ну, конечно, конечно. Так, ты у нас идешь сюда. Блин, ну тут как бы у нас наворачиваются небольшие проблемки. Так. Переносим развязку в эту сторону. На, держи. Там нам нужен второй, да? Второй. На. Отлично, построим тут все по принципу кругового движения. Пусть разъезжаются потихонечку. Как муравьи. Они... Потому что мне не нужно, чтобы въезд и... Въезд в торговый центр, въезд на рандебаут, они были в одном месте. Тогда прям вот будет отвратительно. Так пока... А ты еще дальше не мог этот домик свой построить, блин? Иди и живи теперь в этом лесу. Иди к черту. Вот так пока что. И вот тут я себе создал фиговую развязку, да? Ну типа да. Стоп. У нас воскресенье, 8 плиток. Чуть-чуть не хватает. Давайте, ребят, надо. Еще один моторвей. Не, возьму 40 плиток. Мне нужно ситуацию исправлять. Сделаем вот так вот. Все-таки, да, надо будет. Так, секундочку. Нужно понять, как лучше. Вроде пока что пробки, кстати, разобрались. Ну, сами. По себе. Ну вот, да. То, о чем я и говорил. Неприятный ситуацион. Будем запитывать этот торговый центр исключительно за счет... Ну или не исключительно. Да я тебя понял. Уедь, пожалуйста, отсюда. Блин, а как я вам это... Идите! Ладно. Это я могу еще понять. Так. На, держи. На, держи. Все. Нормально. Все довольны? Угу, 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 угу. Так. Ты. Да ни хрена. Так, подожди. Мне, получается, отсюда нужно делать... Одной плиточки не хватает. Где можно одну плиточку резать? Давайте посмотрим. А нам сейчас дадут. Вот. Я возьму еще один отравый. И десять плечек. Десять плечек нам, в принципе, вполне хватит. Ээээ... Оранжевые, желтые, желтые. Оранжевые. Эти ездят. Эти... Вроде все работает. Ну, пока что. По крайней мере. Эээ... Сюда... Нет. Пусть вот эти бежевые едут к большому торговому центру. А из того райончика пусть едут туда. Все нормально. У нас... Что? У нас девять плиточек осталось. Не так много. Но у нас всего лишь парочка бесхозных домов. Давайте мы один подключим. И этот подключим. Эть. Валь. Ах! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сорян, чувак. Так. К тебе нельзя. Хе-хе. У тебя гости. Так. Эээ... Да-ха-ха. Ага. А что я тебе сделаю? Надо. Придется подключать. Отрезать там один домик. И придется подключать, чтоб сюда тоже ездили. Угу. Уже кое-как. Просто чтоб работало. Так что ждем пятница. Эти сейчас тоже наверх поедут, мне кажется. Ну, кстати, 674. Ээээ... Ээээ... Как-то, но работает. Заторов пока что нету. Короче, как бы оно фигово все не работало, пока нет заторов, оно будет функционировать. Так что... Смех с мехом. А тут машинки кверху мехом. Так что все нормально. Я думаю, что нам нужно... Нет, не нужно. Это создаст дополнительный трафик с другой стороны. Эээ... У меня вот эти вот... Ээээ... Так. Вот это беру. Эээ... Эээ... Тут это подключили, это подключили. Тебя подключили. Туннель. Мне туннель нужен. Но у меня нету... Придется вот так. Значит... Хайвэй. Сюда. А ты сюда. И вы будете ехать туда и разгружать вот эти вот... Эээ... Торговые центры. Посмотрим, как это все будет получаться. Подходим к тысяче, неплохо. Ну там скоро будет перегруз. Мне кажется, мы не вытащим. Ладно. Будем посмотреть. Сколько у нас ноль плиток, как обычно, блин. Шелтым приходится хрен знает, как ездить, чтобы туда добираться. А, вот слой. Розовый торговый центрик подъехал. Хорошо. Красота. Мне тут вторая дорога нужна. Мне тут вторая дорога нужна. Без второй дороги тут будет трындец. Эээ... Так, суббота. Понимаю. Мне нечем тебя подключить, дружище, так что сидим, улыбаемся и машем. Угу. Давайте скорее. Эээ... Просто... Просто дофига плиток, дайте... Суббота. Ты с человека, девочка, приехала. Хорошо. Ммм... Так. Вот так вот нам надо. Так, а где там у нас еще было не подключено что-то? Та не, вроде все работает. А, нам нужно было... Вот эту штуку вот так вот сделать. Вот. Как бы теперь должно быть норм, не? Ага, понял. Я все растрынкал. Но тем туннелем пользуются. Хайваями пользуются. Все загружено, но все работает. О чудо. Так, пробки. Пробки это плохо. Пробки это фигово. Ставим сюда светофор. А пробки нам не надо. Это наш самый большой враг сейчас. Так. Вон натикивает. Блин. Так отдай мне эти плитки. Твою собака за ногу. Ну я уже не успею. Они сюда просто... Ну они едут, но они едут очень фигово. Я хочу им построить, а оно мне плитку не отдает. Ладно. Подави своей плиткой обратно. Едь. Вы можете их выпустить, чтобы они выехали? Пожалуйста. Туннели 20. Выезжайте, выезжайте оттуда. Дайте место. Они там застряли. Смотрите. Им ничего нельзя сделать. Они там просто застряли. Они не хотят выезжать. Я сейчас из-за этого сдохну, по-моему. Ну, типа катка на этом закончится. Именно по вот этой причине. Потому что они просто не хотят выезжать. А, рядом взорвался желтый торговый центр. Пока я смотрел на этот. 1420, кстати. Это неплохо. Мне нравится. Пойдем в менюшку. Пойдем посмотрим, что нам предложат. У нас открылся Веллингтон. Челленджи открылись. Веллингтон мы тогда пойдем уже в следующий раз. Посмотрим, что нам предлагают. Вот, в Деликах у нас есть Дар-Иссалям и Дубай. Так. Бесконечные рандебауты. Начинаешь с тремя этими. Больше деревьев и они не могут быть уничтожены. Мне это нравится. Давайте попробуем. Я даже не... Ну, давайте, ладно. Я посмотрю, что здесь. Нам предлагают rush hour. Ага. Сейчас пик и... И все торговые центры сразу круглые. Не знаю. Мне вот это вот в Дубае выглядит немножечко интереснее. Пойдем посмотрим, что он предложит с неразрушаемыми деревьями. Особенно учитывая, что я и так никогда не люблю разрушать деревья. Поэтому... Я, по сути, каждую развязку могу сделать кругом. Ты знаешь, будь другом. Сделай развязку кругом. Ну или типа... Ахахахаха. Смотрите, какую подставу они мне тут делают. Смотрите, какую подставу они тут делают. Потому что... Давай, свали уже, чтобы я поставил. Я тут иначе не смогу никак сделать. Я от моста не могу никакую развязку сделать. А деревья неразрушаемые. Поэтому мост надо делать вот такой. А развязку вот такой. Ахахах. Подловили, подловили. Хорошо. Раз круги бесконечные. На здоровье. Я сейчас поднаставлю. Да, я смогу. Я в себя верю. Почему? Если можно выезд из домов заменять там на любой направлении, почему нельзя сделать выезд из торгового центра в другую сторону? Понимаете? Ну это же... Ну так же нельзя же. Деревья неразрушаемые. И больше. Я, в принципе, уже вижу, как это может нам... Ну, вот оно вначале нам поднавредило. Я уже вижу, как. И вот сюда я не могу сейчас подключить торговый центр. Мне придется строить второй мост и закидывать его сюда. Потому что... Потому что иначе не получится. Ну, ладно. Что у нас там? 13 плиточек в субботу. Скоро должны что-то скинуть. Проблема с рекой будет. Да. Ее будет много. И с деревьями в том числе. Так что... Майма шумайма, да? Как говорится. Ну, поехали посмотрим. Мостиком. Побалуйте мостиком. Да, спасибо. Нам это понадобится. Светофоры пока нужды не вижу. А вот мостик сейчас нам срочно где-нибудь понадобится. И все. Ничего мы не сделаем. Ничего. Но... Учитывая, что выезд с мостиков у нас будет ограничен теми же деревьями, то я думаю, это у нас будет первой необходимости. Ну что ж. Может нам тогда еще что-то... Ну что ж. Я не знаю. Мне так каждый раз лень это все... Ну не то чтобы лень ускорять. Я считаю, что это неправильно. Ускорять. И они в это время такие постоянно... О, а давай мы ничего не будем делать. Давайте немножечко ускорим. Так. Какой. Да? Какой. Вместе с чем-то оно использовало. Ну а давай мы. Вместе с темным отпадением través end of the building. А пока невозможно все работает как часы... Как-то странно это не звучало, да? Так Я отсюда вниз никак не могу вывести Из-за того, что деревья неразрушаемые Видите А вот это интересное решение Ну ладно, давайте Восьмой светофоры, чтобы были для коллекции Тогда я убираю этот мост нафиг И создаю вот тут дорогу Ну так у меня не будет трафика В ненужных местах, как говорится А вот тут мне придется подсоединить Сделаем рандебаут Сюда, сюда, туда, везде Так И тебя подключим На самом деле лучше бы вот так сделал Не, нормально Так, ты вот сюда пойдешь Сколько нас на 32? Нормально, живем Друзья, не экономим Раз оно бесконечное Чего бы этим не пользоваться Пусть они все будут ездить, как пьяные водители Но если это работает, то это работает Желтый Да ну нафиг Ты мне там Не, 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 не Так, ты остаешься А ты идешь вот сюда И вот сюда А вы сверху будете ехать Я вот тут не могу никак пройти Потому что тут мост, блин И я тут ничего не сделаю Возьму-ка я еще один мост Потому что хайвей у меня есть С ними я проблем не испытываю А желтым придется сюда ездить очень далеко Оставить еще один мост Кстати, а почему? Ну ладно, если они не будут справляться Я поставлю сюда еще один мост Хотя мне, честно говоря, немножечко влом Вот хотя бы потому, что мне придется еще и Вот сюда мост Ставить Сюда уже не поставлю никак Хорошо Так, ты у нас подъединяешься сюда И все хорошо Желтым придется немножко покататься Они при этом занимают общий трафик Но Ну ладно Хотя, если нам дадут еще один мост сейчас То я все-таки Не, фигню придется делать Не потом Фигню придется делать сейчас Вот такую Фигню придется делать сейчас И развязочки тоже придется делать сейчас Ну, в принципе, пока что так Хорошо Так, все работает Все разъезжается Хорошо Мало людей пока что Ну, то есть 144 человек Это еще рано судить Как оно что будет Ну, 30 плиточек, пожалуйста Они очень много расходятся Из-за того, что Приходится делать объезды Разъезды Блин, а мост так не дали Печалька Я бы его еще поставил бы Вот посерединке Ну, ладно Потому что, пока это работает Не ломай Так, у этих ребят В принципе, даже выбор есть Как ездить Что если А у меня дальше нету Раз, два, три Так А ты у нас, дружище Только в эту сторону идешь Ну, и с этой стороны Могу тебя соединить Хорошо По кольцу На каждую развязку Ничего Ничего не знаю Так, хорошо Это сюда Ты идешь Вот сюда Игра меня сама вынуждает Я лучше перебью Чем не добью Было у нас такое же Вот смотрите Сколько нужно Короче Фишка в том Что если моя схема рабочая Мы сейчас посмотрим Когда у нас будет ближе к тысяче Мы посмотрим Насколько я прав И насколько Кольца реально могут Спасти Или не спасти Если я сейчас буду ставить Везде кольца Где только захочу И это меня спасет Значит Моя тактика верная Ну, если нет Тогда Да, это будет печаль Не то, что я собирался Играть вечно Нет Я прекрасно понимаю Что играть вечно Не, мне сюда мост Нет Я не знаю Зачем мне тут мост Посередине Он бы хорошо смотрелся Но ты снизу Вниз Трафик никак не выведешь И, короче Ну, не вы нафиг Пока что Пока что Так, эти ездят Эти ездят Все, все хорошо Давайте мы тянем Там второй торговается Как я тебе этот домик Подсоединю Ну, как бы Только вот так Деревья-то я ломать не могу А, можно вот так Все, сорян Вопросов нет Можно через деревья провести Там появился Тут появился Так Давай вот так И вот так Посмотрим, как тебе будут ездить Через вот эту вот пивную трубу Сверху Или О, домик появился Плиточки, пожалуйста Плиточки Мне не нравится Что туда въезд Такой Корявый Получается Фу-фу-фу Вообще Знаете, что? И Вообще Вообще Вот так Во Идеально Сразу едьте туда Не, не, не Тоже сюда Не нагружайте город Едьте сразу Просто вот туда И будет вам счастье Нет Придется поставить Так Желтые сюда И через вот это Хорошо О, идеально Сюда еще и круг Втырим Что-то я нажрался Прям Плиточек Хорошо Так их на все Хватает Все проекты Самые тупые Самые смелые На все Хватает Хорошо Хорошо А Ты, кстати Есть Нам туда Получается Вот этого Вот сюда Да Все нормально И вот тебя Тоже сюда Вниз Чтобы они Как раз Все через Хайвей Попадали В те Два Торговых Центра Через Верх Через Низ И нормально Будет Они ни у кого На пути Главное Не стоят И этот Хайвей Ни у кого На пути Не стоит Потому что Этой Дорогой Никто Кроме Вот этих Бежевых Не пользуется Хорошо Хорошо Мне нравится Желтый Торговый Центр Стало Больше Это Не нравится Так Давайте Еще один Мост Нужно У него Будет Два Моста Два Хайвая Кстати Насчет Желтых Да Дружище Вливайся Может я Сделаю Вот такое Еще Пересечение Чтоб Желтые Сюда Могли Выезжать Чтоб Не пришлось Вокруг Ездить Ну Ка Да Они этим Пользуются Хорошо Хорошо Эта Перемычка Сработала Так Еще Желтых Сюда Ну Офигенно Же Правда Так Пробени У нас Пока что Нигде Нету Сидим Играем Дальше Желтых Надо Как-то Где-то Поставлять Не Не Дружище Ты В обратную Сторону Спасибо А Зачем А что А где Ну Это Же Безумие У меня Столько Мостов Нету Ух Дальше Ух Нигде Ух Да, охренеть, сколько у вас тут появляется. Ладно, хайвей это было. Нормальная такая идея. Подключу вас пока что к кольцу, я не знаю зачем. Желтые сюда. Так. Дружище, мне не нравится то, что ты там пробки мне там создаете. Желтые вроде успевают, эти успевают. Все вроде хорошо. Мост. Да, 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 мост, пожалуйста. Обычный мост сюда поставьте. Будьте бобры. И будет вам счастье. Так. Ну как-то вот так пока что. Желтым надо больше доступа создать. Они как-то так сгруппированы. Ага, я вас понял. В смысле у меня закончились плитки? Вот это я с размахом понастроил, кстати. Ну, желтые пользуются этим хайваем. Это, по-моему, как раз то, что меня сейчас и спасает. Они прям едут сюда, и им хорошо. На, сюда. Хорошо, тоже нормально. Эти едут, эти работают. Нормально. Ну, что нам нового подключать вроде не надо. Мосты, они опять закончились. Ну, тоже прям как стандартное положение. Тридцать плиток тогда. Ибо не хватает. Мне сейчас глаза вытекут. Я в этой всей рябости пытаюсь найти, что не подключено какой-то домик. Но оно вроде все работает. Оно как муравейник, человейник сейчас выглядит. Вот, смотрите, желтых мы хорошенько разгрузили. Вот этот хайвей оказался прямо в тему, потому что... Без него, мне кажется, мы бы загнулись нафиг. Ты идешь сюда? Нет. Мне нельзя, чтобы эти дороги пересекались вот таким вот именно... образом. Блин, мне бы сюда еще один этот. Ладно. Ехайте, разгребайте, вы че? Другальки, поехали. Какие пробки? Вы о чем? Они вот тут застреют, смотри. А их сюда просто не добирается. Ну, какого фига? А сколько нам там домов надо, чтобы оно туда ехало? О, желтые наконец-то поехали разгребать. Фух, немножечко потушили, хорошо. О, где у нас еще пробки? Вроде нету пробок. О, домик не подключен. А, мост, пожалуй... Блин, я все хайвей использовал. А этот домик сейчас... Я даже не знаю, как его подключать. Он... Там деревья, но... То есть это не подключается. Желтые, давайте, ездите, пожалуйста. Им туда далеко добираться. Я это понимаю, да, но... Просто у них тут много работы. Им приходится вот это все разгружать. Нам просто банально не хватает домов. Я вот сейчас подключил один, да? Им туда ехать долго. Это все неудобно. Я это все вижу. Да, 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 да. Мне не хватает. Это печально. 1400, между прочим. То есть все-таки моя схема плюс-минус работает. Есть, конечно, недочеты. Да, мы сейчас из-за этого желтого крайнего проиграем. Потому что туда слишком далеко ездить. Они не успевают это все забрать. Вот это решение уже даже не поможет. Потому что даже вот этот не успеет доехать. Мы сейчас проиграем. Да, хорошо. Ну, в принципе, я не расстроен. 1489! Ладно, я шучу, я расстроен. Почему-то не 1500? Мне кажется, 1500 было бы гораздо лучше. Хорошо. Мне понравилось. Мне понравилось. Несмотря на трудности с деревьями, все остальное было довольно-таки прикольно. Ладно, ребятушки, тогда на этом будем заканчивать. На следующей неделе пойдем в следующий большой город. После Мехико. Будем продолжать прохождение. Пока что все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!